В жазовых фестивалях стало гораздо больше. Они проходят и в Москве, и в Подмосковье, и в других городах нашей необъятной Родины. Дело в том, что уровень исполнительского мастерства российских музыкантов повысился в разы. У нас также есть возможность приглашать музыкантов из-за рубежа. Наши люди, наша публика достаточно образована, и ей очень интересен стиль джаз. И поэтому для меня это большое счастье и удовольствие, и мы, конечно, все это делаем для того, чтобы это развивать. Становится ли джаз проще? Он становится и проще, и сложнее. На площадке Сколково у нас есть экспериментальная площадка, где достаточно непростые стили джаза звучат. Звучит также джазовый стиль, связанный с фоком, с народной музыкой. Но есть и сцены, где звучит, вот приезжают наши гости, Матис Айк, который играет музыку, так называемую европейскую современную музыку. То, что проповедует компания ECM, он артист этой компании. Также будет звучит, вот только что сейчас исполняет Петр Востоков, исполняет музыку кубинскую, более традиционную. Так что, конечно, мы не можем упрощать музыку, но мы будем делать так, чтобы у поклонников джаза, на джазах фестиваля была возможность увидеть различные стили музыки и получить удовольствие от каждого. А тогда в продолжение такой вопрос. Можно ли сегодня, настолько ли строгие сейчас границы джаза, расширяются, может быть, они? И вот вы говорите, что, да, выступают музыканты из таких пограничных стилей. Ну, это, вы знаете, можно сказать, это и хорошо, и плохо, что действительно джаз открыт для всех. Потому что, можно сказать, что если не классика и не поп-музыка, то все остальное подходит под слово джаз. Для нас, в джазах, музыкантов определенного стиля и направления, иногда это кажется не очень хорошо. Но только с одной стороны. А с другой стороны, мы видим то, что джаз дал возможность людям быть более креативным, более творческим подходом. Импровизация, которая стоит во главе любого джаза направления, она может быть вдохновлена и народной музыкой, и классикой, и экспериментами, и звучанием инструментов, которых мы даже не можем себе предполагать. Поэтому джаз выбирает в себя все. И исходя из этих тенденций, мы пытаемся иметь джазовых музыкантов, джазовых артистов, которые действительно профессионалы, мастера в своем деле. На чем бы они играли, какой бы стиль они ни проповедовали, что бы они ни делали. Вот качество исполнения, энергия, открытость, искренность, естественно, это самое важное. Поэтому и джаз может быть, естественно, может расширить границы и дойти до невероятных форм музыкальных. Такой вопрос по фестивалям. Сейчас джаз пробует новые коллаборации, новые формы. Вы собирались организовывать в аквапарке, насколько я знаю. Почему так? То есть, ну, вот этот микс вот сейчас, например, с наукой. Как это связано? И не мешается ли от этого, допустим, аудитория ваша джазовых фестивалей? Появляются новые люди? Ну, это была инициатива Сколкова, Елена Анатольевна Зеленцова, отвечающая за очень много в этом инновационном центре. И Александра Чернова, и, в общем-то, Виктора Феликселя Берга. Надо наполнить Сколково, инновационный центр инновациями. В джазе очень много инноваций. Поэтому, конечно, для нас это была огромная честь здесь это сделать. Здесь действительно проходят интереснейшие проекты, процессы происходят, о которых мы, в общем-то, может быть, не все знаем, но мы это чувствуем. И, конечно, новая аудитория, новая аудитория, которая, может быть, даже та же старая аудитория, которая еще в Академгородках поддерживала джаз и слушала джаз. И внимала современным стилем. И, действительно, многие наши ветераны помнят выступления в Академгородках. Даже я помню, в Новосибирске, и как мы ездили в закрытые города здесь, в Москве, в Подмосковье, в Петербурге, в Ленинграде где-то тысячу. Поэтому это самая лучшая, может быть, даже лучшая публика, ученые, люди, которые все время грызут науки, разрабатывают какие-то новые вещи физические. А мы должны предоставить новые вещи метафизические. Скажите, пожалуйста, а кто сегодня ваш слушатель? Это молодые люди, семьи, не знаю, зрелые люди. Есть ли что-то? Или это музыка для всех? Мне очень хочется видеть, что это музыка для всех. Это все зависит от нас, как мы ее играем, как мы это преподносим, как мы это делаем. Потому что у нас есть и совсем юные зрители приходят на концерты, и пятилетние, и семилетние, и восьмилетние. Потом молодежь, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, красивые молодые люди. Ну и, конечно, тем, кто уже кому за тридцать, и за сорок, и за пятьдесят, те, которые уже живут с джазом много-много лет. Немножко слов, несколько слов, вы уже говорили про то, что джаз пробует новую форму. Какое будущее джаза, и наши, вы уже тоже про это говорили, молодые музыканты, готовы быть конкурентами зарубежно? Будущее джаза, оно есть, оно есть, будет, какое оно будет, я не могу сказать, но все время происходит действительно соединение различных видов искусств. Мы видим, что образование, особенно в России музыкальной, гораздо стало гораздо лучше. Мы гораздо больше видим молодых, великолепных музыкантов из различных городов нашей страны. Из Владивостока, Новосибирской великолепной школы, в Ростове-на-Дону, проходит много конкурсов. Мы видим исполнителей, которые выезжают за рубеж, и которые востребованы за рубежом. Происходит приглашение наших артистов. Есть такой ЛРК, Трио Лебедев, Кравцов и Ревнюк, Олег Акуратов, пианист блестящий. Есть выступление Вадима Ленкрига, выступление Данила Крамера, Андрея Кондакова, молодежного Антона Чекурова, Данила Никитина, Илья Морозова. Все эти ребята выступают уже на зарубежных джаз-фестивалях, ездят на гастроли. Есть те, кто сейчас обучаются в Америке, обучаются в Европе. Замечательные музыканты, там, не знаю, Алифтина Полякова, там, Азат Боязитов. То есть эти музыканты, это будущее нашего джаза, будущее мирового джаза. И абсолютно конкурентоспособны для этого мы, в общем-то, и есть программы, которые мы делаем. Я прилично поддерживаю такие, как выезды на конференции в Бремен, на конференции в Нью-Йорк. Мы организовали при Петербургском культурном форуме, мы организовали форум-фест, который называется «Джаз поверх границ», куда мы приглашаем зарубежных продюсеров фестивалей, зарубежных, помимо наших всех, конечно, продюсеров, директоров филармонии, мы приглашаем зарубежных продюсеров, журналистов, где они смотрят, приходят на шоу-кейсы наших артистов, которых потом они приглашают себе, вот, поедет в Канаду Александр Гопол и так далее, и так далее. Поэтому, действительно, наш джаз становится конкурентоспособным. И даже у меня была одна статья, что европейские музыканты боятся конкуренции со стороны русских, российских музыкантов. Ну, это я так специально уж попугал европейцев. Но, в принципе, у нас есть все шансы, действительно, занять особое место в джазе и музыке в мире. Мы молодые, мы РАУ, зачем нам конкурировать или делать мини-конкурсы, а молодежный конкурс проходит в Ростове-на-Дону, которым я являюсь председателем жюри, я его поддерживаю, называется фестиваль. Ну, будет он проходить? В Сколково мы приглашаем победителей этого фестиваля. Спасибо вам. В чем же, на ваш взгляд, особенность этого и уникальность данного фестиваля? Ну, само место, сама атмосфера. Здесь великолепные школы и научные центры. И здесь ходят высококультурные, образованнейшие люди. И они слушают нашу любимую музыку, которую мы для них играем. С ними приятно пообщаться, приятно, когда ты их удивляешь, когда они восхищаются. Ну, и потом сюда тянутся люди не только, которые здесь живут или работают, но еще и со всей Москвы, из Москвы сюда приезжают. Потому что великолепная атмосфера, замечательный воздух. В прошлом году везде шел дождь, осколкового не было. И все же, как связаны наука и музыка? Музыка – это наука. Мы должны все ее изучать. И чем больше ты знаешь, есть музыканты, которые имеют научно-математический подход. Они высчитывают правильные фразы, правильные ноты. Даже можно даже вычислить вот то, что может понравиться людям. Да, они сидят, смотрят. Ведь все же это в наши ноты записаны. Огромные партитуры, схемы. Если посмотреть на ноты Штокхаусена, то там просто математические формулы. И музыканты смотрят на них, и под магией этих невероятных значков сочиняют какую-то нереальную музыку. Поэтому очень мы связаны. А также наука не может быть без музыки. И абстрактное мышление в науке тоже очень важно. Потому что так просто. Просто умножить 2 на 2, то очень быстро получить 4. Но если посмотреть на это абстрактно, под джаз, то уже может быть и 5, а может быть и 6. Продолжение следует...